Армения уже проиграла битву за анклавы, наша аналитика. Армения ведет себя неправильно. Проигравшая войну и находящаяся в преддверии непосильных финансовых репараций страна должна вести себя иначе. Лучшим вариантом для Еревана является готовность добровольно идти на указываемые Азербайджаном шаги, чтобы потом не пришлось делать того же уже под принуждением. Потому что отвечать и платить по счетам все равно придется, и армянской стороне очень важно проявить добрую волю в таких основополагающих вопросах, как мирный договор и определение границ. Возможно тогда и, как одумавшийся и раскаившийся, сделают в чем-то скидку. Это как условно-досрочное освобождение, когда преступнику дают возможность показать, готов ли он к нормальной жизни в обществе. Также и Армении дана возможность продемонстрировать, насколько она способна стать нормальным государством. Этот несложный тест армянам пока что пройти не удается, они все еще витают в нарисованных собственным воображением нереальных мирах, где все для них и все для них. Между тем, давно пора спуститься на землю. Проблема армян в том, что они все еще думают, что Азербайджану кто-то что-то не позволит и не допустит. Из этой убежденности вытекает затягивание армянской стороной вопроса до лимитации. В Ереване ошибочно полагают, что могут ставить какие-то условия и диктовать решения, указывать, по каким картам проводить границу, что вернуть, а что оставить, как быть с анклавами и эксклавами. Последние в советское время были образованы исключительно в интересах армянской стороны с прицелом на дальнейший полный отрыв квадратных километров от соседней республики, а в случае необходимости и на разжигание конфликта. На минувшей неделе глава Совбеза Армении Армен Григориан на брифинге в парламенте заявила возможности обмена анклавами, тем более, что их территории почти равны. То есть, представитель армянского правительства считает равноценным обмен восьми сел на одно. Судя по то, но и потому, что ранее эта же мысль была озвучена премьером Николом Пашиняном, в Ереване полагают такой обмен возможным и уже предвкушают превращение темы анклавов в конфетку для спекуляции и шантажа. Однако и тут армянская сторона как всегда ошибается, ну или фантазирует, что, впрочем, одно и то же. Вопрос возвращения семи сел Газарского района и села Кярки под контроль Азербайджана и другие связанные с ним вопросы должны быть решены в контексте долимитации, заявил во вторник журналистом замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. Это территория Азербайджана, и Армения не сможет этого отрицать. Замминистра уверен, что вопрос будет обсужден и найдет свое решение. В Армении могут не сомневаться, что так оно и будет. Азербайджан действует без спешки, но в конечном итоге достигает своих целей. В ноябре прошлого года Никол Пашинян впервые заговорил об анклавах. Армянский премьер заявил, что ему известны юридические основы возникновения армянского анклава в Азербайджане, а вот на основе каких законов возникли азербайджанские на территории Армении, он не знает и сомневается, что таковые вообще имелись. То есть азербайджанцы просто взяли и объявили свои села Азербайджаном, а что это за контуры на карте, может их какой-то колхоз нарисовал, Пашинян не в курсе. Тем не менее Никол снисходительно согласился пойти на обмен, который ему тоже кажется равноценным. Пашинян совершенно прав, говоря об отсутствии юридических основ возникновения азербайджанских анклавов в Армянской СССР. Часть газахского района действительно безо всяких правых обоснований была отрезана от Азербайджана и передана Армении. У армян, мол, не хватает пастбищ и пахотных земель. При этом нескольким крупным селам было разрешено сохранить прежнюю юрисдикцию, но они были окружены, и кольцо в течение десятилетий сжималось. Земли постепенно передавались для сельскохозяйственных нужд армянам и автоматически превращались в армянские. Процесс начался еще в 20-е годы, а в 1984-85 годах 2105 гектаров в Газахском районе были просто взяты и переданы Армении, 42 гектара территории села Багани Сайрым были подарены Братской Республике, и село оказалось в окружении армянских деревень, как и Юхары Аскепара, Ашага Аскепара, Гушчу и другие. С началом Карабахского конфликта этот фактор стал играть роковую роль. Что касается села Башкент в Гедобекском районе, то вот тут как раз многое не ясно. Непонятно, каким образом армянский анклав оказался на достаточном удалении от границы, если, как утверждает армянская сторона, что-то там было отобрано и передано. Кроме того, территория села занимает 40 КВ, КМ, а в Армении претендует на 70 КВ, КМ. С какого перебугу? С арифметикой у наших соседей вообще нехорошо. Когда они говорят о почти равных территориях, то не утруждают себя просто сложить цифры на калькуляторе и понять разницу. Давайте произведем эту простую операцию сами. Юхары Аскипара — 8,6 КВ. КМ Ашага Аскипара — 9,1 КВ. КМ Баганис Айрым — 40 КВ. КМ Бархуд Орлы — 10,1 КВ. КМ Кофулу — 22 КВ. КМ Гызл Гаджилы — 11 КВ. КМ Икси Римли — 4,1 КВ. КМ Кярки Тигранашин — минус 19,2 КВ, КМ. Складываем эти показатели и получаем около 125 КВ. КМ территорий, которые Пашинян и Григорян предлагают обменять на 40 КВ, КМ. Само собой разумеется, что Азербайджан на это не пойдет. И не проигравший войну Армении диктовать условия. Для нее будет большим подарком, если Баку согласится хотя бы на тот самый равноценный обмен, то есть 40 КВ, КМ против 40 К. В Армении прекрасно понимают, что в конечном итоге возвращать территории придется, а если Ереван продолжит деструктивное поведение и вопрос определения газграницы затянется, то произойдет это насильственным путем. Оккупированные азербайджанские села разрушены, в них практически нет жизни. Но эти территории имеют для армянской стороны стратегическое значение. И не только потому, что в случае их возвращения азербайджанская граница глубоко вклинивается в тело Армении. Именно через азербайджанские анклавы проложены основные магистрали соседней страны. Через оккупированное село Кярки вблизи границы Нахчеванской автономной республики проходит республиканская трасса Ереван-Герус-Гафан граница с Ираном. Армянские эксперты бьют тревогу, предупреждая, что если Кярки вернут Азербайджану и здесь пройдет граница, то азербайджанская сторона получит полный контроль над главной логистической артерией Армении. При потере же села Шага и Юхары Аскепара под угрозой оказывается главная магистраль, идущая на север, трасса национального значения М4 Ереван-Граница с Грузией. А это значит, что Армения оказывается в полной изоляции. Ну-ну не нужно так мрачно. У Армении еще есть шанс не оказаться в глухой изоляции. Этот шанс ей в очередной раз дает Азербайджан. Возможно, в последний. Слово эксперту. Директор Центра Истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Нанарезван Гусейнов, появление анклавов на исторической территории Азербайджана в советские времена, последствия политики центральных властей. Когда только выстраивалась граница между Азербайджанской и Армянской союзными республиками, последние передавались значительные территории, оторванные от Азербайджана. Мы знаем, что значительная часть Газахского и Тавузского районов постепенно передавалась в состав Армянской ССР. В результате этой политики удалось спасти несколько сел, оставив их подчиненными Азербайджану в статусе эксклавов. Подобная политика в СССР практиковалась широко и преследовала определенные цели, таким образом закладывалась основа будущего конфликта. Сейчас Азербайджан имеет полное моральное и историческое право требовать возвращения этих сел под свой контроль. И даже больше. Между странами благодаря упрямству Армении все еще не проведено разграничение. Никто не может сегодня настаивать с юридической точки зрения на том, что существует граница. До тех пор, пока Армения не подпишет мирный договор, не начнется процесс делимитации и демаркации, юридически границы между нашими странами нет. Поэтому в интересах самой Армении поспешить с заключением мирного договора с Азербайджаном, иначе последний имеет полное право претендовать на свои исторические территории в рамках международного права, ссылаясь не только на советский период, но и на период Азербайджанской Демократической Республики, которая была признана на Парижской мирной конференции в 1919 году мировым сообществом. Кстати, президент Ильхам Алиев на встрече с представителями мировых мозговых центров коснулся темы карт, по которым может определяться граница с Арменией, говорил о том, что азербайджанская сторона использует все карты, начиная с карт 1918 года и даже более раннего периода, до карт периода распада Советского Союза. Глава государства заявил, что мы не должны останавливаться только на одной карте, потому что есть много карт, есть карта 1918 года, когда Ереван являлся составной частью Азербайджана. Есть карта ноября 1920 года, когда Зангизур принадлежал нам. Появление армянского анклава в Азербайджане это тоже результат советской политики. Хорошо известно, и с этим уже никто не спорит, что в течение 19-го, 20-го веков армян с Ближнего Востока, из Ирана и Турции переселяли на территорию Азербайджана. Во времена царской России было образовано много сел с армянским населением, и уже в советское время, когда чертили границу, появился армянский анклав. Это была мина замедленного действия, которая и сработала в период распада СССР.